Тарантино — это как раз иллюстрация того кризиса, который произошел в Каннах в этом году, потому что он наиболее верен своему стилю из всех режиссеров, которые там присутствовали, и он, конечно, является в некотором смысле его заложником, но и в то же время и создателем этого стиля, так что его ситуация незавидна. Понятно, что все ждали от него какого-то нового события, каким были 25 лет назад победившие в Каннах, каким была картина «Криминальный чтиво», победившая 25 лет назад в Каннах, но в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Это совершенно точно самый ожидаемый фильм фестиваля, потому что ни на один фильм не стояла такая огромная очередь, и среди критиков, и среди зрителей. Многие из тех, кто попадает на фильмы только при условии, что пройдут все остальные, то есть, например, студенты, они вставали в 5 утра, чтобы попасть на фильм, который будет в 11 утра, и такого ажиотажа ни вокруг одной картины в этом году не было. То, что она осталась без наград, это как раз символ поворота к новому кино. В то же время, конечно, было некоторое издевательство в том, что ей все-таки вручили награду за лучшую игру собаки. Есть такая собачья пальмовая ветвь. Хотя в компании он оказался достойный. По-моему, у фильма «Паттерсон» Джима Джармуша тоже была такая премия. Но, тем не менее, это все выглядит так, как будто ему кинули кость.